Всем щербе, дорогие друзья, сегодня на обзоре будут крутые за свою цену, понятное дело, наушники от компании Sony Недорогой бюджетный сегмент И давайте посмотрим, что вы получите, если вы платите примерно где-то 1600 гривен, плюс-минус Сейчас они столько стоят в любом розничном магазине Неважно, там, Комфельдорадо, Алоэ, что-то еще Где продаются холодильники, пылесосы, ну и, собственно, наушники Давайте разбираться, друзья, с вас проткнуть небо императорским лайком, а с меня максимально харизматично Господи, это, наверное, не про меня, немножечко приболел Но, тем не менее, рассказать про эти наушники Поставляются они в коробочке, которой вы не видите Там не на что смотреть, обычная картонная коробка И в комплекте идет USB Type-C шнур Однако, никакого чехла, к сожалению, кейса, чего-то там еще не завезли Поэтому будут ваши наушники просто вот так вот где-то в рюкзаке Или в сумке телепаться Ну, это как бы прям не сильно хорошо Опять же, здесь японцы со своей фирменной экономией Ну, китайские наушники в любом случае обладали бы каким-то простеньким, но чехлом Может мешочек на завязочке И такой бы сошел Но здесь нет ничего Ладно, это мы переживем Далее Конструкция полностью пластиковая В начале мне показалось, что вот эта вот металлическая какая-то проволока Которая сюда встроена в оголовье Чтобы оно было более таким упругим Но нет При более тщательном изучении Тыканье туда ногтем Я выяснил, что это обычный провод С резиновой изоляцией Которая проходит из пункта А в пункт Б Все гораздо более прозаично, чем оказалось Конструкция кажется хлипенькой, друзья И погремушечная Люди жаловались, что при беге Вот это все Все вещи тарахтят Но я пока в них не бегал Не знаю В целом, когда вы уже начинаете ими пользоваться Вы понимаете, что простенькая Тарахтушка Но в целом свои функции выполняет Она, я думаю, не сломается Это гибкий пластик Его можно как-то вот так вот гнуть Но сильно гнуть не буду Но тем не менее Все с этим хорошо Никаких металлических деталей в конструкции не наблюдается Абсолютно все пластиковое Душки пластиковые Амбушюры из кожезаменителя Это так сейчас модно называется Эко-кожа И вот они мне по качеству нравятся Они не такие какие-то, знаете Тонтонкие Ненадежные, как на JBL Этого же ценового сегмента Более такой плотненький поролон И более толстая эко-кожа Однако, забегая вперед Скажу, что Обжимают они ваши ушки Достаточно плотно И вот эти вот вещи Тоже достаточно плотные Поэтому в начале Меня хватило где-то минут на 20 И начали болеть уши Потом я уже привык К моей уши Сказали Мы сможем с этим совладать Ну и там пару часов Я могу в них находиться Но все равно Это накладные наушники Такого комфорта А вот полноразмерных Вы от них, к сожалению, не найдете Ну, в целом Терпимо Если там вы И где-то послушать музычку Ну, не часами Там в какой-то студии сидеть Понятное дело Они не для того создавались Но так где-то послушать Пойдет Здесь установлен всего Один динамический драйвер Хотя, что можно за эти деньги просить Диаметром 30 миллиметров Частотный диапазон Заявлен 20 Герц Тире 20 тысяч Герц Сопротивление 32 Ома Но это, я думаю Не особо важная информация Потому что Усилитель здесь Понятное дело Встроенный Что мне понравилось Так это то, что Они легкие Они весят всего 100 грамм Здесь Мощный аккумулятор Друзья Я не знаю Заявлен Какой емкости Но Я их слушал Целый день Первый день Да Там с утра До вечера на работе Это часов Может 7-8 Ну периодически снимая Так у меня Ну как показывало 100% Так и показывает 100% Однако здесь Она говорит 100% Это голосовой уведомитель А потом сразу Начинает говорить 75% Возможно Вот этих там 80 85 Их-то В принципе 90% Их нет То есть она говорит 100 Потом 75 Потом 50% Потом 25 И 0 Все Давай До свидания Ну возможно и так Но в целом Автономность Друзья Хорошая Ну понятное дело Здесь нет никакого Шумодава Поэтому Автономности На что здесь тратить Энергию Скажем так Блютуз На борту 5.0 Ну не самый современный Но и не дно Это приятно Из органов управления Понятное дело Никаких сенсорных панелей Да в принципе Это наверное И к лучшему Потому что сенсорные панели На наушниках Ну пока еще Я как-то Здесь все просто Type-C зарядное Микрофон Кнопочка Если зажимаем Они включаются Также если зажимаем Они выключаются Переклацывание трека Вперед-назад Если зажать Переклацывается трек А если просто Единократно тапать То получается Громкость Выше-ниже По поводу микрофона Есть интересная Такая особенность Когда вы Звоните кому-то Вы слышите себя Но не эхом Которое вас дублирует И сбивает С мысли И не мешает вам Что-то сказать Вы просто Как будто Слышите себя С поднятыми Высокими частотами То есть получается Если мышкой Вот так клацаете Во время разговора Она слышна Прямо как Мышка То есть все звуки Как бы они Усиливаются Это наверное Программно Это как-то специально Сделано Чтобы микрофон Лучше работал И ваш голос Звучит Он дублируется Но он звучит Гораздо таким Более С высокими Опять же С нотами Ну я не знаю Мне это сильно Не мешает Мешает когда Вы говорите И эхо за вами Повторяет Это да А когда возникает Такая типа Прозрачность На высокие частоты Ну в принципе Ничего страшного С этим нет Люди слышат нормально Не жалуются Даже если ветер Ну супер конечно Чего-то там Сверхъестественного От микрофона Ожидать не стоит Однако В целом Пойдет Пассивная шумоизоляция Плоховатая Понятно Это дело Накладные наушники Вы едете в транспорте Вы слышите Помимо музыки Еще и там Звук мотора Вы пытаетесь Поднять громкость Тем самым будете Просаживать свой слух Поэтому Лучше такие наушники Слушать В тех местах Где меньше Все-таки Каких-то шумов Ну или они Не так сильно Раздражают В метро Поверьте Вы особо Не кайфанете От этих наушников Ну и теперь Самое важное Это конечно же Звук Хотел сказать В-образный Но почти В-образный Здесь идет Понятное дело Как в этом Ценовом сегменте Рассчитано На модных Сильных Молодежных Пользователей Идет Упор на низкие Частоты Кодеки здесь SBC И по-моему AAC LDAC Фирменного Sony От Sony Здесь понятное Дело нет Ну бюджетный Вы же понимаете Бюджетный продукт Какой LDAC Хоть он и принадлежит Самой Sony Поэтому Звук с упором На низкие частоты Он неплохо Звучит Если В эквалайзере Есть возможность Поднять Немножечко Вверха То сделайте это Будут звучать Лучше Потому что Вверха Здесь тоже Запрятаны На задний план Средина Где-то сзади Если ее попытаться Эквалайзером Куда-то поднять Она звучит Отвратительно Поэтому Ну Подняв Высокие Вы можете Сделать V-образный Звук Будет у вас Больше низких Больше высоких И средина Где-то там Далеко В принципе Звучит нормально На тяжелой музыке Иногда Где прям Совсем Много инструментов Могут Захлебываться Даже чуть-чуть Там где-то На каком-то Заднем фоне Репение Я слышал Небольшое Но Оно Поверьте Очень прям На сложных Каких-то треках Где все Вместе Гитара Вокал Барабаны И там Прям вот Но Даже Учитывая это Неплохо Они Отыгрывают Для их ценового Сегмента Даже тяжелую музыку В целом Понятное дело Какой-то Аналитичности Мониторности Здесь речь Не идет Они просто Хорошо Играют музыку Для обычного Человека Вот и все К покупке Могу смело Рекомендовать Если вам нравится Звук от JBL Но не хочется Носить JBL Хотя такое Интересно бывает Ну Очень сильно Похоже Чтобы вы понимали Звук К JBL Тоже Больше низких Средина И высокие Поменьше Проткните небо Вашим императорским Лайком Если вы не сделали Это в начале видео А с вами был еще разок Увидимся Покеда